Сегодня мы выехали в Подмосковье, в Истринский район, для того, чтобы отснять нашу небольшую баньку. Вот она, настоящая баня. Что еще немаловажно, вы можете здесь создать микроклимат, как в Хамаме. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Гребенец и компания Артсауна. Сегодня мы выехали в Подмосковье, в Истринский район, для того, чтобы отснять нашу небольшую баньку. Мы сделали для наших заказчиков сауну размером 2,7х2,5, с печью Сангенс, которая может выдавать разный микроклимат, будь то русская баня, суховоздушная сауна, даже, возможно, Хамам. Эта баня не очень дорогая, можно назвать ее, как и типовым решением, потому что подойдет, ну, практически для любого желающего. И в конце, скажем, конечно, про стоимость. Поехали! Самое светлое время года, лето, самое светлое время, день, самый светлый я и самая светлая баня сегодня в таких тонах. Запах сразу шикарный. Сюда заходишь и сразу понимаешь, что вот она, вот она настоящая баня. И можжевельник в сочетании с ольхой дает просто головокружительный эффект. А еще печку, если затопить, запах, конечно, усилится многократно. Но, а я сейчас расскажу обо всем по порядку. Парилка небольшая, уютная, для одной семьи. Здесь можно, как и вдвоем париться, одному, можно всей семьей. До четырех человек здесь спокойно заходит и комфортно себя ощущают люди. 2,7 метра длина, 2,5 глубина. Ну, плюс-минус стандартные размеры, небольшие, но при этом, как четко здесь выглядит дизайн. Да, что я хочу подметить, друзья, что дизайн-проект мы изначально разрабатываем для вас. И неважно, это будет супер премиальный проект, дорогой, либо как этот бюджетный вариант. Но, в любом случае, вы получаете вот такую красоту, потому что самые лучшие дизайнеры, конечно, работают у нас и придумывают всегда уникальные идеи для каждого клиента. Учитывая, вытаскивая весь внутренний мир из клиента, учитывая его потребности, пожелания, и, соответственно, вы являетесь архитектором, вы являетесь создателем и творцом своей бани. Мы лишь ваши руки. Кстати, сейчас будет небольшая интеграция артсауна в артсауне. Это не масло масляное, это, в принципе, я просто хотел вам рассказать про недавний анонс наших типовых проектов. Это, к слову, о том, если вы хотите сделать и реализовать что-то быстро, без вот этого этапа проектирования, согласования и так далее, то вы можете сразу посмотреть. Здесь по ссылочке в описании скачать гайд по типовым проектам. Там есть сразу визуализация и стоимость готового решения уже на вашем объекте. Ну, естественно, там размеры могут чуть отличаться, плюс-минус. Стоимость, соответственно, тоже немножечко в разные стороны может двигаться. Классное решение для тех, кому сразу нравится картинка. Он говорит, я вот хочу вот так. Все, вопросов нет. Мы присылаем вам сразу смету готовую и назначаем дату выхода на монтаж. И вы заказываете себе уже готовую типовую баню, разработанную нашей компанией. Поэтому вперед по ссылке в описании. Скачивайте, смотрите, изучайте. Возможно, вашим друзьям кому-то нужно. Ну, и обо всем по порядку. Значит, как я сказал, здесь материал полностью ольха. Декор из можжевельника, полностью отшлифованного, сделанного в виде качественного крутого панно. И декор гималайская соль. Это 5-сантиметровый кирпич с рваной поверхностью, который подсвечивает помещение, которое является также декором и является местом, откуда вы можете получать ионы соли. Вдыхая ее, вы, конечно же, делаете большую, огромную пользу для своей дыхательной системы. Значит, ольха на стенах, на полках. Полки, верхняя полка и нижняя, это парящие элементы, которые сделаны без всяких стоек. Здесь у вас свободное пространство, что позволяет визуально увеличить и так небольшое помещение. Здесь запросто сядет 4 крупных мужчины. И, естественно, это все выдержит и прослужит долгое время. Нижняя полка задвижная. Мы находим на верхнюю полочку. И здесь наслаждаемся ароматом вкусного пара. Задвигаем полочку. Встаем на подиум. Внизу у нас сделан полноценный подиум, на котором можно ходить. Он примерно 20 сантиметров от пола. Ну и здесь мы можем уже делать процедуры для парения. Парить человека вениками, головой к окошку. Соответственно, у нас имеется деревянное окно. Большое окошко достаточно, хорошего размера, 600 на 600. Открываем. Получаем, во-первых, залповое проветривание, если дверь открыли. Ну и приток свежего кислорода для клиента, который посещает баню. Это крайне необходимо. Полки и стены. Основная часть сделана из широкоформатной доски 140 мм шириной. Стены – это СТС-профиль. Полки сделаны также из доски 140 мм. А некоторые участки, потолок, например, двухуровневый и нижняя часть, которая с подсветкой по кругу, она сделана из узенькой рейки, которая всего лишь 43 мм. Тоже СТС-профиль. Печная зона сделана из камня талькомагнезит. Обработка Нобеля. Это и внешний вид прекрасный, этого натурального камня. И на ощупь он такой немного шершавый, приятный. Печь. Ну, печь Сангенс, вы уже знаете. Если не видели, смотрите по подсказке в углу экрана обзор данной печи, интервью с владельцем. Это печь, которая позволяет делать несколько режимов в вашей бане. С помощью пульта управления вы управляете вашей баней как конструктором. То есть там стоит два энергоблока. Печь автономно может нагревать температуру воздуха за счет конвекции. До любого значения, которое вы зададите. Это 40 градусов, 50, 60. Я рекомендую 60, 70. Ну, а там сами уже, конечно, по своему самочувствию и состоянию выбирайте. Какое вам комфортное значение температурное. Потому что второй энергоблок у нас разогревает внутреннюю каменку до 540 градусов. А это позволяет получать нам всегда классный прозрачный пар. Мягкий в любое время. Даже если у вас 40 градусов, вы за счет пара, там, 1-2-3 ковшечка, можете удовлетворить даже самого искушенного столевара. К слову, если вы хотите просто посидеть, погреться, как в фитнес-клубе, да, или где-то в гостинице, то вы можете сделать суховоздушную баню, увеличив температуру воздуха в парной, там, до 70-80-90 градусов. Что еще немаловажно, вы можете здесь создать микроклимат, как в хамаме. Создав здесь 90% влажности и сделать там температуру помещения, там, 40-50 градусов. Не совсем это полезно, ну, как полезно для дерева, то есть ваш ресурс немного будет уменьшаться. Но, я думаю, для разовых таких использований это приемлемо, допустимо. Поэтому вы можете эту печь использовать в разных режимах, каких вам хочется. На полу лежит керамогранит широкоформатный 600 на 600. Такой глянцевый дверь у нас стеклянная с ручкой из бука в обрамлении из черной рамки на трех петлях. Освещение. Полностью потолок подсвечен, гималайская соль, полки и подспинник. Вентиляция выполнена. Снизу идет забор воздуха, сверху у нас есть клапан для проветривания бани. Поэтому укомплектована по высшему разряду. Вы можете заметить на деталях крупным планом, что здесь, как говорится, комар носа не подточит. Все очень подогнано, ювелирно сделано. И выглядит это как картинка. Вот здесь у нас дизайн-проект. Вот здесь реализации вы можете сравнить и посмотреть, насколько мы попадаем точно в своей реализации, в свой же дизайн-проект. А еще, ребята, здесь мы сделали вот такую лавочку. Табурет. Ну, какой? Длинный табурет. Это очень удобное расположение. Рядом с печью сюда можно поставить запарник для веников, шайку для воды. Использовать это по назначению рядом с печью. А также можно здесь посидеть. На этом что хочу сказать. Наш обзор кратенький подошел к концу. Я обещал озвучить стоимость данной парной. Это 2 миллиона 200 тысяч под ключ. С печью, со всеми элементами. С дизайн-проектом и с реализацией, когда вы можете уже заходить и париться. Я надеюсь, вам обзор понравился. Подписывайтесь или не подписывайтесь. Ставьте лайки там или не ставьте. Контролируйте свою жизнь сами. Выбирайте, что вам делать. Желаем крепкого здоровья. С вами был Александр Гребенец. Пока.